Здравствуйте! В эфире телеканала Обнинск ТВ, программа «Власть». В студии для вас работает Ильхам Нигмадуллин. Сегодня гость нашей программы – заместитель главы администрации города Обнинска в сфере образования, начальник управления общего образования Татьяна Валерьевна Волнистова. Татьяна Валерьевна, здравствуйте! Добрый день! Начнем с первого вопроса. 2023 год был объявлен президентом России, годом педагога и наставника. Татьяна Валерьевна, как он прошел у нас в городе и какие можно подвести итоги? Для системы образования города Обнинска я бы этот год назвала, наверное, триумфальным, потому что у нас действительно были очень большие победы, как в олимпиадном движении, так и вообще в кадровом вопросе победы. Несмотря на то, что кадров не хватает, но у нас есть высокие результаты у тех педагогов, которые участвовали в различных конкурсах, причем оценивали их в этих конкурсах по их реальным достижениям, по тому, сколько подготовили стубальников, олимпиадников различного уровня. И у нас в декабре 2023 года четыре наших педагога завоевали премию «Учитель для Росатома». Каждый получил уже по 250 тысяч рублей и признание. Премия важна сама по себе. Материальное поощрение – это здорово, но учителя наши получили всероссийское признание. Мне кажется, что для любого педагога это очень важно. Какие школы учителя? Это учитель, два учителя из физико-технической школы Кубышкина, Татьяна Борисовна, учитель физики, мой самый любимый учитель физики, вот лично мой самый любимый учитель физики. Это Томина Елена Михайловна, учитель химии, это учитель, которого когда-то я принимала на работу. Потрясающий педагог, который с ребятами занимается очень здорово, влюбляет их в химию, и ребята получают по 100 баллов на ЕГЭ. Да, это учитель гимназии Верушкина Галина Николаевна, учитель биологии, она учила еще мою дочь в гимназии. Тоже вот как-то связано, все равно получается, что лично. Это педагог, который работает с нашими олимпиадниками, с нашей биошколой Олимпийского резерва. И это Капырюлина Татьяна Александровна, учитель физики школы номер 16, которая тоже влюбляет своих детей в этот предмет, которая тоже готовит нам ребят-участников регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников, являлась долго руководителем городского методического объединения, учителей физики. Вообще было очень приятно, мы заявляли 6 человек, 4 являются победителями. Если будет продолжаться конкурс этот, мы будем и далее участвовать, я надеюсь, что у нас есть все шансы. У нас очень высокий результат, один из всех городов Росатома, которые участвовали, один из самых высоких наш, сразу 4 учителя. И, насколько я знаю, наши сразу вырвались вперед по результатам. Конкурс, довольно жесткая оценка была, оценивали за последние 5 лет результаты работы, оценивали качество образования, которое достигается по этим предметам в тех классах, где преподают наши учителя, заинтересованность, востребованность этого предмета, сколько детей выбирают предмет для сдачи государственной итоговой аттестации, каких результатов достигают. И, ну, в общем, мы тоже очень рады этому результату. Учителей награждали на ВДНХ в павильоне «Атом». И вообще посвятили им очень много времени организаторы фестиваля. Весь день общались с нашими учителями, была экскурсия по достопримечательностям города Москвы. Я рада за наших педагогов, мы не останавливаемся, продолжаем участвовать. И параллельно проходил всероссийский конкурс «Лучшая няня России». И на этом конкурсе Калужская область представляла наша няня Салимова Лидия Викторовна. Это няня детского сада Дюймовочка, она стала лауреатом этого конкурса. То есть декабрь был щедр на подарки. Она одна представляла Калужскую область? Я онлайн-трансляцию смотрела этого конкурса. Должна сказать, что конкурс тоже с довольно жесткими требованиями. Я не ожидала, что так строго будут спрашивать с нянь. Я все-таки полагала, что подход будет более мягкий. Обычно с педагогов требуют много. Здесь необходимо было показать все знания в области санитарных правил, продемонстрировать уровень коммуникации с ребенком, насколько знают возрастные особенности. Наша няня очень достойно выдержала все испытания. В Новый год вошла, можно сказать, что победителем. Стать лауреатом на уровне всероссийского 1 из 15 – это здорово для нашей системы образования. У нас и няни самые крутые в городе Огнинске. А дети, одаренные дети, у нас есть в Огнинске? А дети у нас самые удивительные. Я везде это говорю, ни в одной другой точке земного шара, ни в таких детей, которые есть у нас. Они могут вообще абсолютно все. Сегодня утром мы открыли фестиваль дошкольников. Называется он «Планета детства». Он у нас сегодня открывался в 12-й раз. То есть 12 лет назад мы инициировали создание такого фестиваля. Сегодня у нас в рамках фестиваля состоялся конкурс «Деревенский перепляс». Организатором этого конкурса был детский сад «Солнечный». У нас так вот выстроена методическая система в дошкольном образовании. Методиста нет, уже много лет найти не можем. Есть такой грех. Но детские сады осуществляют такое сетевое взаимодействие. Каждый детский сад отвечает в городе за одно из направлений работы. Есть ресурсные центры, которые показывают работу с одаренными детьми. Есть центры по здоровью и сбережению. Вот «Девятый сад» нам организовывал сегодня в 12-й раз. «Деревенский перепляс». Какие ваши впечатления? Потрясающие эмоции переполняют. Что важно? Важно, что родители объединились вместе с детьми, вместе с педагогами. Все вместе готовились к этому конкурсу. Дети великолепно представляют свои номера. Там перепляс, понятно, что танцы были. Видно, что продуманная, хорошо поставленная композиция. Очень легко все танцевали. Здорово, движения все выверены, отточены. За этим всем стоит очень большой труд наших педагогов и родителей тоже. Удивительные костюмы. Костюмы шьют все вместе. Где-то принимают участие родители, где-то в каких-то садах костелянша шьет костюмы. То есть вот такие мероприятия объединяют всех. Но и самое главное, вот в этом мероприятии, на котором мы сегодня были, дух патриотизма витал. Все было пропитано любовью к родине, любовью к родному краю, любовью к своей России. Но это дошкольники. А школьники нас радуют своими победами в Олимпиадах. И открывая год педагога и наставника в прошлом, в 23-м году, мы подписали соглашение между Управлением образованием и компанией Синтек о поддержке развития системы образования. Начинали мы с усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. И Синтек нам установил на периметральное ограждение видеодомофоны. То есть у нас теперь все территории закрыты. Много было нам в рамках санитарной безопасности поставлено соответствующих средств. Но далее мы развивали наши отношения и пошли дальше. А дальше Синтек Групп учредил премии для детей, которые ворвались во всероссийский этап Всероссийской предметной олимпиады школьников. Участники были награждены премией в объеме 75 тысяч рублей, призеры 150 тысяч и победитель в прошлом году у нас был один, 350 тысяч рублей. Должна сказать, что вообще Всероссийская предметная олимпиада школьников это для нас тоже событие очень серьезное. И мы большое значение уделяем развитию олимпиадного движения, потому что это не только показатель качества образования, это вклад в будущее наших детей. Дело в том, что все достижения в этой Всероссийской предметной олимпиаде идут в портфолио к ребенку, и есть определенная фора при поступлении. И все большее количество детей вовлекается в это олимпиадное движение, педагоги с большим энтузиазмом работают. И в прошлом году у нас, что тоже рекордно для нас, обычно по 4-5 человек отбирались министерством для участия на всероссийском уровне. То есть есть уровень муниципальный, потом городской, кто прошел через городскую, отбирается на региональный. И уже регион по итогам выступления на региональном этапе, олимпиада по всем предметам, отбирает команду калужскую для участия на Всероссии. Наших было много, 12 человек, как никогда. Из них 6 человек стали призерами и получили по 150 тысяч рублей. Один победитель, Винсент Экхарт, победитель по немецкому языку, ученик Ковнинской свободной школы. Для него язык этот, наверное, родной, но аналитику такую мы не проводим. Он молодец. Причем наставником, я так понимаю, при подготовке к Олимпиаде была его мама. То есть это такое серьезное достижение для всей семьи. И остальные ребята стали участниками. Хочу сказать, что участник — это тоже очень высокий уровень. То есть ты один из лучших. Ты принимаешь участие в конкурсе во Всероссийском от имени региона. Я очень надеюсь, что в этом году результат будет не хуже, потому что опять синтегрупп продолжает вкладывать в образование и развитие наших детей. И в этом году у нас порядка 2000 ребят поучаствовали на городском уровне. То есть это уже 24-й год. Я уже про новое рассказывала. То есть этапы Всероссийской Олимпиады в этом году? Да, в этом году уже. 23-й год я вам итоги рассказала. 12 человек. А теперь 24-й. Мы вошли в эту Олимпиаду. И уже идет региональный уровень. На уровне города принимали участие 2000 человек почти. 514 были отобраны министерством к участию в региональном этапе. Сейчас ребята периодически выезжают в Калугу. Наши команды, те, которые отобраны по разным предметам. По физике 73 участника отобрали. Я этим горжусь. Физику начинают любить. Это целых два автобуса. Кстати, Синтекгрупп нам оплачивает трансфер к месту проведения Олимпиады. И есть уже предварительные итоги. Я почему говорю предварительные? Отбирать все равно по итогам набранных баллов. Будет Министерство образования и науки Калужской области для участия во Всероссийской предметной Олимпиаде. Но из тех предварительных итогов, которые мы знаем, наши очень неплохо выступили по астрономии. Это, кстати говоря, астрономия не всегда для нас хорошо выстреливала. Русский язык, иностранные языки. Вчера посмотрела биологию и химию. Тоже наши ребята набрали довольно высокие баллы. Но рассуждать сейчас о том, кто пройдет, кто не пройдет, сложно. Не мне отбирать. Тем более я знаю, что некоторые хотели бы подавать на апелляцию. Вчера посмотрела физику. Очень надеюсь, что и по физике тоже будут наши ребята отобраны на заключительный этап. Остальные предметы еще соревнования осуществляются. И, кстати, хочу опять не сочтить это за рекламу, поблагодарить Синтек Групп. Дело в том, что по нескольким предметам физика, математика, информатика, биология Синтек Групп нам оплатил тренинг для этих ребят. То есть те, кто старшеклассники, которые были отобраны на регион, мы сформировали такую команду, с которой занимались тренеры. Вот по физике, например, тренеры из МФТИ. По информатике и математике тренеры из Анаполиса. То есть это тренеры опытные, которые готовят команды Москвы и Московской области. И Синтек оплачивала работу этих тренеров. Поэтому мы надеемся, что результаты будут повыше, чем в прошлом году. Ждем результаты, верим в победу наших детей. И вот поэтому они самые наши дети удивительные, уникальные, потрясающие. Они умеют танцевать, петь. Мне кажется, что лучше всех других. И побеждать в Олимпиадах. И приносить 100 баллов городу на ЕГЭ. — Татьяна Валерьевна, вы сказали, что физика набирает популярность. Мы с вами как-то обсуждали это. На ваш взгляд, почему? Как это было до 100-го достижения? — Я думаю, что, во-первых, у нас создались вот эти точки инфраструктурные. Много новых, интересных. Ну, Кванториум уже, наверное, стал легендой. И там как раз в Кванториуме, если заниматься в квантумах, которые там созданы, Energy Quantum, Aero Quantum, надо как раз владеть этим предметом. У нас в школах обновляется оборудование. У нас те школы новые, которые создаются, старые здорово работают. Но новые, конечно, когда ты создаешь новый объект, вкладываешься, применяя всю свою фантазию творчества. И у нас там, конечно, для технического творчества в этих школах создано много зон для развития. По-новому в 17-й школе мы создали кабинет для занятия технологией. Там и робототехника, и мехатроника. А новая школа 18-я в двух зданиях. Второе здание открывалось в этом году. Там открыли инженерный класс Росатома, где дети учатся собирать коптеры и будут ими управлять. То есть вот эти, наверное, все активности, они и позволяют детей, ну, дают, возможно, детям как-то расширять свой кругозор и заинтересовываться многими другими предметами. Плюс мы в этом году уже так плотно, на системной основе, налаживаем связи, взаимодействуя с предприятиями. И активнее, активнее. Ну, во-первых, профминимум принят министерством просвещения. Мы обязаны его исполнять. И мы устраиваем экскурсии на наше предприятие. Оказалось, я сначала думала, что наши дети знают все. Оказалось, что со многими предприятиями, правда, не знакомы. Вызывает безумный восторг посещение Института медицинской радиологии. И там тоже нужны медицинские физики. Сейчас мы организовываем цикл встреч в ИАТ, не АМИФИИАТ, причем с выездом в ИАТ, с демонстрацией лабораторий, оборудование, с общением с преподавателями. Сейчас готовим график встреч с НИФХИ, с руководством и лабораториями, теми, в которые можно войти детям, НИФХИ имени Карпова. Плюс у нас ведь создаются предприятия новые, и дети понимают, что нужно, если ты хочешь оставаться жить и развиваться в этом городе, значит, надо выбирать дисциплины, связанные с физикой. И, кстати, хочу сразу похвастаться, а также химия и биология тоже вызывают интерес у наших детей. Во-первых, биошкола Олимпийского резерва, о которой многократно мы рассказываем и тоже дают нам олимпиадников. Во-вторых, мы создали дополнительно, кроме кванториума, биоквантума, точки дополнительные в 10-й школе, дополнительное образование по биологии, а в 7-й и в 6-й школе. В 6-й школе анатомия человека, а в 7-й школе биология и экология. То есть это вот, ну, доп. образование, конечно, но когда начинаешь посещать, втягиваешься. И сейчас вот анализировали, у нас 1 февраля закрылась база данных единого государственного экзамена. Физика, она по олимпиадному движению набирает обороты, а пока, знаете, на ЕГЭ выбирают стабильно 20% из года в год. Ну, стабильность тоже признак мастерства. Но должна сказать, что химия и биология заинтересовали наших детей. Если предыдущий период было 15-17% выпускников выбирают, то в этом году более 19-19,5% — это химия и биология, 17 против когда-то 13. Ну, я рада. Этими науками, ну, должен быть знаменит наш город. Кстати, какие результаты ЕГЭ и ОГЭ были в прошлом году? Есть ли у вас стабальники? Да, в прошлом году у нас было по разным предметам 14 стабальников. Предыдущий период, я помню, 9 стабальников, то есть мы наращиваем наши результаты. Стабальники были по химии, по русскому языку, по физике и по математике. Были стабальники, что радует. Радует, что не только выпускники физико-технической школы и гимназии набирают по 100 баллов, набирают 100 баллов ученики наших общеобразовательных школ. Ну, казалось бы, для гимназии физико-технической школы 100 баллов — это уже нормальная позиция. Для этого их и создавали, что называется. Подтягиваются. 10-я очень порадовала. 4-я, 11-я, 12-я. То есть, ну, наши школы молодцы, работают все здорово. ОГЭ 9-й класс меньше радует, конечно, чем 11-й. Это традиционная история. Да, у нас где-то все предыдущие годы порядка 1200-1300 выпускников было в 9-м классе. И 730 примерно приходят их в 10-е классы. Остальные находят себя в СПО. В каких-то, ну, может быть, и уезжают в какие-то другие города. Там тоже учатся в учреждении среднего профессионального образования. В этом году у нас полторы тысячи, 1560 выпускников 9-х классов. И мы предполагаем, что чуть побольше придут в 10-е классы. Сейчас уже, когда рисовали карту профилей с директорами школ, планировали. 10-е классы сейчас должны быть обязательно все профильные. И если даже он универсальный, это все равно универсальный профиль с возможными модулями по углублению в разные предметы. Мы тоже планировали, что детей придет уже не 700, а порядка 900. И с запасом планируем создать 10-е классы. А там как получится. Татьяна Валерьевна, какая сегодня ситуация у нас по поводу кадров? И существуют ли какие-то меры поддержки для молодых учителей? С кадрами, да. Действительно, проблема. Мы это в этом году особенно сильно ощутили. Когда открывали новое здание 18-й школы, год назад открывалось основное здание 18-й школы. И мы так остро не чувствовали этот кадровый голод. Как-то достаточно быстро директору удалось скомплектовать штат. И в августе месяце, в начале августа, уже коллектив собирался для тренинга по командообразованию. В этом году было посложнее, когда открывали новое здание. Директор специально выезжала в педагогические колледжи на выпускные вечера, чтобы прямо там с выпускного вместе с документом об образовании привлекать кадры в наш город. И действительно сохраняются вакансии. Эти вакансии перекрываются действующими педагогами. Так что у некоторых учителей по 30 часов нагрузка. И у нас вот директор новой школы во втором здании сама ведет большое количество часов по русскому языку и литературе. Привлекаем учителей-совместителей. Это вызвано как раз тем, что кадровый состав не молодеет. Постепенно наши опытные педагоги уходят на пенсию. А тот навык, который они передают, может быть не всем нужен. Приходят молодые педагоги, и примерно из них половина остается. Остальные понимают, что не могут, наверное, в школе работать. Связано это, я думаю, с тем, что профессия довольно хлеб, учительский он сложный. Ответственность высокая. Высокая ответственность не только за качество образования, но и за жизнь, здоровье детей. Требования все больше возрастают. И в таких условиях, когда приходит молодой человек, и его, что называется, бросают сразу в воду. Надо и дисциплину держать, и научить. Значит, что у нас работает? У нас работает программа под наемом жилья. Мы оплачиваем педагогам, приехаем жить в наш город. Теперь уже 15 тысяч горсобрание приняло решение ежемесячно из городского бюджета. И мы сейчас прорабатываем положение, которое будет действовать с 1 сентября 2024 года. Доплата молодым специалистам, пришедшим работать в школу. Пока предполагаемая сумма порядка 10 тысяч рублей. Обнинское городское собрание при принятии бюджета рассмотрело такую возможность доплаты. И сейчас мы создали в четырех школах педклассы. То есть мы понимаем, что надо заинтересовывать в этой профессии, наверное, наших выпускников. В 10-й, в 12-й, в 9-й и в 18-й. В школах готовим педагогические кадры, 10-е классы, профиль. И корпоративная академия Росатома, с которой мы плотно работаем, в том числе и по инженерному классу, который действует в новой школе, обещает нам организовать весной экскурсию для участников этого класса в Глазовский педуниверситет. То есть пытаемся уже сразу вовлечь ребят в высшее образование, чтобы они понимали, что они нам очень нужны. Вуз их ждет, а потом мы ждем их здесь. И помогает нам институт атомной энергетики в новую школу. Все-таки удалось единице, но привлечь бакалавров для преподавания математики. Надеемся на наше АТ. Мы обсуждали с руководством АТ вопрос создания дополнительной переподготовки в области педагогики. Может быть, кто-то из выпускников АТ захочет прийти работать в нашу школу. Я сама, как выпускник АТ, хочу сказать, что базовое образование по физике, математике, информатике и по химии дает там очень сильное. То есть нам есть, что детям рассказать. Надо просто дополнительно психолого-педагогическую подготовку получить. И те учителя, которые много лет назад из АТ пришли работать в школу, это правда классные учителя. Поэтому рассчитываем на наше АТ в том числе. И последний вопрос. Буквально минута, Татьяна Валерьевна. Скоро начнется подача документов детей в первые классы. Что изменится в этом году? К чему готовится родителям первоклассников? 27 марта в 9.00 откроется запись в первые классы наших школ через портал Госуслуг. Мы сейчас готовим нормативный документ по закреплению образовательных учреждений за территориями. Он будет, как только будет подписан, сразу будет размещен. Я думаю, что уже до конца февраля на всех сайтах, на сайтах администрации вы увидите по своему адресу, какую школу вам подавать документы. Будут пересмотрены закрепления некоторых домов за 11-й школой. Эта школа работает с превышением нагрузки и уже не может вместить такое количество детей. В этом году 11-я школа открыла дополнительно первый класс, непланируемый. И мы, вероятнее всего, микрорайон Солнечная долина будем перезакреплять за другими образовательными организациями. Спасибо большое вам за интервью. Татьяна Валерьевна Волнистова была сегодня гостем программы «Власть», которая выходит в эфир каждый вторник и четверг в 19.20 на телеканале и медиаресурсах «Умнист ТВ». Всего доброго, будьте здоровы, до свидания. До свидания.